слава богу слава иисусу христу слава иисусу христу слава нашему господу спасителю вот сейчас я снова в трансляции прямая трансляция из киева с нашей киевской архиепископии приветствую всех благоставляю вчера у нас была трансляция вместе с нашим благочинным священником отцом алексеем прошаг сегодня его к сожалению нет со мной в нашей здесь архиепископии но в общем то сегодня я сам буду зачитывать вот восточное исповедание христианской веры потому что это видео эту эту трансляцию я так и назвал патриарх кириллу карис восточное исповедание христианской веры надпись на латинском языке но вообще-то на русском звучит именно так п это патриарх кириллу карис восточное исповедание христианской веры так это и произведение его главное называется оно было издано патриархом в 1631 году и в общем-то о нем о патриархе этом патриарх кирилле пойдет речь сейчас и о реформации потому что вообще все эти трансляции этого года я их немного проводил честно говоря в течение года но не часто выходил в эфир сейчас осенью почаще имею возможность такой техническую сейчас здесь насчет и интернет и здесь в киеве имею возможность выходить час чаще и стараюсь каждый вечер вот в пять часов по полудни по киевскому времени в 17 00 по московскому это 18 00 выходить в эфир и и в прямом эфире чаще всего я сам бываю или же вот с кем-то из наших священнослужителей нашей киевской архиепископии кстати если вы в киеве будете вот в это воскресенье ближайшее то значит у нас будут гости планируем значит видеть ну ну во первых сам благочинный будет у нас в прошлое воскресенье его не было к сожалению на служение в это воскресенье он будет вот и у нас будет епископ кифа со львова вместе с гостем и в общем то это маленький сюрприз будет небольшой сюрприз будет будут действительно божьи чудеса и божьи сюрпризы поэтому приготовьтесь кто собирается прийти в воскресенье а кто не сможет тогда уже ну в записи посмотрите надеюсь сделают записи воскресенье вот и и что еще да и служение наше здесь киеве проходит по воскресеньям в арендованном помещении возле станции метро кловская напоминаю а улица леонида первомайского 6 контакт на телефон нашего благочинного отца алексея насчет для уточнения мало ли бывают всякие уточнения по служению или допустим нужно какая молитва допустим какая-то консультация какой-то совет добрый христианский то запишите его номер насчет если вы звоните из-за пределов украины то не забудьте что код украины плюс 3 8 и и сам телефон его это контактный это его номер нашего благочинного а также священника отца и алексея а также это и контактный номер нашей архиепископии в общем-то на сегодняшний день это телефон 067 киев старовский да 067 так сам телефон номер 323 3 1 2 1 да очень простой номер его 067 3 2 3 3 1 2 1 вот да а служение напоминаю еще раз это станция метро кловская улица леонида первомайского 6 это возле метро кловская это предприятие утос вход через проходную и лифтом поднимайтесь на четвертый этаж начало служения нашего в 9 00 утра с 9 до 12 часов наше арендное время там на кловской вот так дамы и господа и еще есть телефон в студии если что пишите sms сообщения я не знал извиняюсь я только учусь делать трансляции я думал что когда начинал делать трансляции вот эти последние я думал что все эти эти сообщения чата они автоматически сохраняются вместе с видео оказывается нет поэтому я извиняюсь там были очень интересные вопросы вот вчерашним допустим там позавчерашним значит прямом эфире но они ведь не сохранились поэтому если не сложно кто будет подключаться или кто будет смотреть видео то вы можете также писать на e-mail лучше даже мне на e-mail сегодня брат давид написал с этим не письмо уже один нас зрители вчерашних слава богу вот и также на телефон пишите sms сообщение или о молитве или там какие-то просьбы нужды какие вопросы не стесняйтесь и этот же номер телефона который вот у меня сейчас студии да значит это номер прямого эфира будем так вреда и этот же номер киевстаровский у меня тоже номер киевстар значит можно его им именно этот номер можно использовать для того чтобы материально финансово участвовать в моем служении господу реформаторском православном евангельском таком служении запишите номер сохраните себе значит код 096 96 2 6 6 75 еще раз повторяю 096 96 2 6 6 75 да там два раза 96 еще раз значит 096 код и сам тип номер 96 2 6 6 75 этот номер насчет и в общем-то да слава богу за киевстарк за их вот открытость такую вот и киевстарк позволяет пользоваться этим номером допустим да вот как сообразно карточкой банковской то есть как бы вы можете положить деньги энную сумму допустим который есть на сердце у вас да и возможность есть жертвовать на служение господу то вы можете ложить деньги с любой точки украины абсолютно вот значит и я имею возможность через новую почту деньги эти обналичивать вот так вот так что слава богу такой прогресс вот и ну и еще раз напомню на всякий случай номер 0 96 96 2 6 6 7 5 вот так вот дамы и господа так это по поводу объявлений а сейчас возлюбленные наша тема но в начале перед тем как начну говорить вот собственно вероучительных статьях буду зачитывать их их немного я постараюсь поэтому их зачитать сейчас и прокомментировать в общем-то отдельное видео я записываю на эту тему тоже и в семинарах своих по истории христианства я часто ссылаюсь на патриарха кирилла кто вчерашнее видео смотрел не знаю из тех кто подключился допустим да те кто вчера были с нами когда я вместе с отцом алексеем он здесь сидел со мной мы вместе комментировали ну и я больше говорил что-то честно говоря счета и я рассказывал вчера как раз собственно о патриархе кирилле они мало что известно значит для русскоязычного читателя вообще это как бы терра инкогнито честно говоря потому как но сама тема реформации православной она такая непопулярная тема знаете ну в царское время табу было определенная на эту тему насчет при царском самодержаве потом в советское время вообще религиозная тематика не поднимался особенно то у нас в перестроечное время так очень вскользь говорили на эту тему я в семинарии в московской духовной семинарии тогда располагавшийся в загорске тогдашнем и в ленинградской духовной семинарии в ленинграде соответственно а в александро-невской лавре вот я бывал на занятиях по истории христианства и среди прочих вот таких интересных интересных исторических сведений подчеркнул для себя я в том числе вот и о патриархе кирилле лукарисе до вчера вообще 13 ноября сегодня 14 уже ноября вчерашний день 4 13 ноября это в календаре нашей церкви вообще реформаторской православной церкви христа спасителя архиепископ который я являюсь это день памяти в общем то там красным светом обозначена даже в календаре у нас насчет эта дата это день памяти святителя кирилла лукариса патриарха вселенского православного реформатора обновленца скажу так пионеры даже пионеры и первопроходца как я вот обозначил на фейсбук в других социальных сетях информацию то а пионера и первопроходца реформаторского православного вообще служения движения реформации вообще православной церкви в общем то конечно же и до кирилла патриарха были реформаторы в православии но знаете ли во первых это не было на таком уровне но не считая там периода восточной реформации византийской еще допустим там седьмого там восьмого столетий восьмого девятого столетий вот тех времен еще после девятого века однозначно в православии не было до самого начала семнадцатого столетия не было вот таких смелых реформаторов и вот именно поднимавших знамя реформации тем более сверху не просто из низов не просто это рядовой просто православный христианин не просто это простой сельский батюшка или даже епископ даже нет это был патриарх и не просто патриарха первым первый в списках вообще патриархов восточных православных это был патриарх кириллу карис и вот сегодняшняя вот эта тема восточность поведания христианской веры это главная работа его жизни изданная им в 1631 году запомним эту дату 1631 год 386 лет тому назад так можно так сразу если вычислить 386 лет назад да уже много воды утекло даст бог жизни то и возможности если богу будет угодно будем живы здоровы то в 2031 году отметим с вами мы 400 летие восточного исповедания христианской веры и реформации на востоке православном вот так вот да это уже достаточно много времени 386 лет тому назад была издана эта книга эти тезисы эти пункты может так выразиться эти но и как написано статьи здесь до статьи вероучительные статьи да вот и их сам патриарх кириллу карис я вот вскользь напомню да вот вчерашний день 13 ноября это день рождения его он родился 13 ноября 1572 года то есть тогда когда реформация во всю уже на западе распространялась и на западе уже целые государства были охвачены этим пробуждением духовным реформации вообще этот год 2017 год мы называем годом реформации и не только вот мы православные обновленцы реформаторы но и вообще в украине допустим да в украине вообще чудо этот год на самом высоком религиозном политическом уровне и политическом уровне государственном уровне общегосударственном уровне этот год объявлен годом реформации еще в прошлом году накануне это все было сделано уже объявлено что весь этот год он посвящается году реформации году год воспоминания 500 летия да уже юбилей такого со дня начала великой реформации и обновление мирового христианства и вот так даже я в свои свои семинары лекции служения вот на протяжении всего этого года ну даже с декабря еще с декабря прошлого 16 года и весь этот 2017 год до полностью все фактически все семинары свои служения вот значит лекции я посвящал и посвящаю этому юбилею 500 летию со дня окончания эпохи великой деформации великой деформации многовековой эпохи великой деформации и деградации мирового христианства с константиновых времен еще и далее а особенно с 9 столетия середины 9 века это уже крутое пике такое будем договорить исторического христианства деградация знаете ли ниже некуда уже даже вот падение церкви было весьма великое конечно врата ада не одолели церкви божьей безусловно и никогда не одолеют церковь божья это не обязательно многотысячные собрания или огромные соборы насчет юрисдикции конфессии динаминации организации нет знаете ли церковь иисуса христа это вполне возможно два или три человека в целом поколение но преданный господу любящий господа иисуса христа в чьих сердцах живет божий дух живет христос и церковь нового завета это храм мы живем в эпоху третьего храма уже два тысячелетия идет эта стройка нового храма третьего храма который уже уже даже сейчас еще не закончила строительство его но даже сейчас этот храм поражает своим великолепием он поражает и и удивляет вообще он действительно великолепен слава тебе господь за это чудо из живых камней он состоит этот храм как на руси раньше говорили еще пятнадцатом столетии храм божий вот обшит кожей или храм не из бревен а храм из ребер то есть живой человек на храм божий и знаете ли действительно стройка тысячелетий стройка двух тысячелетий продолжается а в наши дни знаете ли у господин этой стройки на этой жатвы он выстал делать или на жатву свою великое множество делателей вот и стройка кипит сегодня как никогда раньше на строительной площадке работа просто-напросто кипит действительно горит просто эта работа били грэм кстати он на днях вы знаете наверно да били грэм это баптист после конфессии христианин горячий такой евангелист по призванию от бога так вот били грэм недавно отметил свое 99-летие да дай боже ему здоровье еще до 120 как у нас говорят да до 120 пусть живет божий человек и радует действительно господа и проставляет его и пусть до 120 его жизнь будет насыщена христом так же как она насыщена была все эти прежние его годы жизни слава богу так вот били грэм на одном из последних хруссейдов больших вот значит в конце 20 века он говаривал такие слова что запас в течение на протяжении последних говорит 30 40 лет 30 или 40 до лет 20 столетия обратилась к богу приняла иисуса христа как своего личного спасителя господа приняла крещение в согласии со своей верою примерно столько же людей сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую только вдумайтесь дамы и господа как это удивительно да да братья и сестры это подлинно amazing grace действительно это просто великолепная благодать удивительнейший благодать этого времени вот и дело в том что до последних 30 40 лет двадцатого века стали самыми продуктивными за всю историю христианства а а вот вот эти уже 15 лет значит но уже больше первые уже 21 столетия уже даже по самым скромным подсчетам вот бонг бонгер энхард да видели наверное да его прощальный крусейд в африке да смотрели да я думаю смотрели тех не смотрели посмотрите там уже записи разные есть подготовки служений там молитв это действительно чудо опять миллионные собрания 5 огромнейший урожай для господа иисуса христа опять чудеса и знамения опять иисус христос он тот же самый и в африке и в германии и в украине здесь по всему лицу земли иисус христос тот же самый удивительно конечно и вот и рейнхард бонг и другие отцы христианского мира современные отцы столпы веры христовой вот нашего времени знаете ли говорят что вот эти первые там 15 вот эти годы первые годы 21 столетия стали еще более продуктивными для евангелия христа и еще больше народ обратилась приняла иисуса христа как господа и спасителя своего вот так вот да и это еще пишется на видео потому что трансляция сохраняется как видео и пишется на камеру так вот маленькое замечание сделаю так не не маленько даже а очень такой строгой и очень важное замечание сделаю сейчас дело в том что смотрят люди разные и будут смотреть в записи люди очень разные разные по своим мировоззрением по предпочтениям своим социального статуса различного и пола религии национальности культуры поэтому мое слово сегодня для всех кто будет смотреть это видео потому что восточное исповедание христианской веры которая будет дальше читаться это замечательное произведение патриарх кириллу карис да сегодня мало кто спорит действительно это великий муж божий и герой веры и тот кто действительно поднял знамя реформации на православном востоке да это все очень хорошо но но дело в том что все это знать это хорошо но еще блажение знать лично господа мое слово сегодня ко всем кто будет смотреть это видео или смотрит сейчас онлайн или в записи будет смотреть примиритесь богом я просто умоляю примиритесь с богом если кто еще не примирился с господом те кто примирился с богом уже то я просто проставляю бога за вас я благодарю бога за вас но те кто не примирился еще я молю за вас бога сейчас прошу господи прикоснись к сердцам людским и спаси души людские во имя иисуса христа отец прикоснись и исцели и освободи спаси и сохрани призовите имя господне написано библии что всякий кто призовет имя господне спасется не неважно какой вы религии конфессии динаминации национальности культуры на христу все покорны возрасты сословия религии политика а все что хочешь на этой земле всякое колено небесных земных и преисподних даже все покорно и преклоняется пред именем господа иисуса христа и ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись действительно имя иисуса христа великолепно достохвально призовите его имя поговорите с ним от всего сердца есть разные знаете ли молитвы но самая верная молитва это от всего сердца обращение господу а поговорите с ним прямо сейчас обратитесь богу как своему отцу знаете что отец небесный бог святой он отец наш и он очень любит нас он свою любовь доказал пролив свою кровушку за нас отдав сына своего единородного иисуса христа чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо так возлюбил бог мир и весь этот мир и слава богу за нашего пращура про 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 много раз про про отца адама от которого все мы произошли гомо сапиенс люди разумные гомо религары люди религиозные разные люди все нации все культуры еврейский апостол шауль он же павел он сказал что а бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и действительно благодарим бога за нашего пращура за адама нашего праотца но в библии говорится в слове божьем говорится что есть новый адам до с которого началось новое человечество или как вот можно сказать словами еще советской пропаганды новая общественная формация которой никогда раньше до того в истории не было было лишь предзнаменование предугадывание прообразы были этой новой общественной формации но никогда до начала новой эры нашей эры не было подобной общественной формации нового человечества которое действительно рождено в крови мессии в крови христа на голгофском кресте и сегодня всякий кто призовет имя господне спасется поэтому призывайте имя иисуса христа прямо сейчас и скажите господь иисус я благодарю тебя за твою любовь ты искупил меня пролил свою кровь драгоценную поговорите с ним призовите его имя расскажите ему как вы его любите и скажите господь иисус а ты мой спаситель ты мой господь не просто общий наш господь не просто общий наш спаситель а ты лично мой спаситель что ты лично за меня пролил свою кровь ты лично за меня отдал свою жизнь и я тебя превозношу тебя в хвалю и славлю тебя поговорите с ним от всего сердца своими словами поговорите как можете а бог это все слышит и знает все прекрасно прежде нашего прошения всякого него он знает совершенно о чем будем молиться мы поговорите с ним и призовите его имя святое и поблагодарите за спасение за кровь иисуса христа скажите иисус спасибо за кровь твою спасибо ты пролил свою кровь за меня искупил меня в 2000 лет назад искупил меня вот этим исповеданием сейчас активизируйте все те благословения которые тогда 2000 лет назад были совершены для вас это очень важно как знаете ли вот есть программа нужно активизировать да вот чтобы тот божья программа вашей жизни активизировалась запустилась вообще до оживы все это эти все благословения и материальное процветание и свобода от всякого рода зависимости значит и спасение жизнь вечная даже не просто здесь на земле счастливая жизнь с богом даже за это огромное спасибо богу но жизнь вечная бесконечная чудесная и даже смерть не разлучит нас знаете ли если в земном браке мы говорим пока смерть не разлучит нас то в земном нашем браке то в нашем небесном браке с господом нашим мы говорим и даже смерть не разлучит нас ни жизнь ни смерть ничто никакая тварь не отлучит нас от любви божьей во христе иисусе господи нашим аминь Да, приветствую брат Николай, тоже рад вас видеть снова вот среди слушателей, зрителей эфира прямого. Всех приветствую, паки и паки, что называется, снова и снова. Приветствую всех, вновь и вновь, всех братьев, сестер. Сегодняшний эфир, он посвящен вероучительным статьям, восточное исповедание христианской веры, патриарх Кирилл Укарис. А вот сейчас, перед тем, как я приступлю к теме, я коротко изложил саму суть, именно, ну, наиважнейшее, самое важное, просто-напросто. Вот, так. И те, кто спросены сейчас, если вы смотрели это видео, допустим, записи, или сейчас онлайн, может быть, повторяли обращение к Богу и повторяете, может, прямо сейчас молитесь, допустим, то просто воздайте славу Богу за все. Просто благодарите Его, аплодируйте Ему, читайте Божье Слово обязательно, впитайтесь Его Словом, разговаривайте с Ним, общайтесь с Ним. Он и во сне, и наяву будет учить вас, потому как человек, принявший эту благодать спасительную, Христа Иисуса Своему, как Спасителя Господа Своего, он возрожденный, свыше человек, он действительно становится живым камнем в этой стройке тысячелетий. Слава Иисусу Христу, аминь, аминь, Игорь, брат, слава навеки Богу Святому. И стройка тысячелетий из живых камней совершается на основании апостолов, пророков, здесь имеется в виду также и апостольские, и пророческие писания Нового Ветхого Завета, а также написано на основании апостола, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, то есть сам Иисус Христос, краеугольный камень нашей жизни. И апостол Павел пишет 1 Коринфянам 3,11, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, аминь, Иисус Христос основание. А в 16 стихе, ниже чуть, если откроете, посмотрите в своих Библиях, обязательно это все. 1 Коринфянам 3,16, запомните, есть Иоанна 3,16, это нужно прям заучить, просто выучить, чтобы как от зубов отскакивало. Иоанна 3,16, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, Иоанна 3,16. Кто, как говорится, в теме, кто знает, давайте, повторяйте со мной вместе это местописание. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Да, брат Николай, это золотой стих Библии. А 1 Коринфянам 3,16, тоже 3,16, это золотой стих Экклезиологии. Есть наука христианская такая, Экклезиология. Экклезия, Экклезия это церковь, ну, собрание верующих, будем так говорить, да, откликнувшееся на приглашение собрания, собрание верующих христиан, Экклезия. Экклезиология это учение о церкви. Так вот, 3,16, 1 Коринфянам, это золотой стих Экклезиологии христианской. Чтобы понять Библию, нужно уразуметь, всю Библию, нужно понять Иоанна 3,16. А чтобы уразуметь, что такое церковь, надо понять, уразуметь, что такое, этот стих, 1 Коринфянам 3,16. Написано, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Давайте скажем, дамы и господа, братья и сестры, давайте скажем, да, я знаю, я храм Божий и Дух Божий живет во мне. Аминь. Возблагодарите, Господа, слава вся Господу, Богу всемогущему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Дамы и господа, продолжаю трансляцию, и сегодня я читаю вероучительные статьи, составленные Вселенским Патриархом Кириллом Лукарисом. Я сказал уже в начале, что родился Патриарх Кирилл в 1572 году, 13 ноября. Вот поэтому у нас в ноябре, в общем-то, из празднеств нашей церкви, ну, самое известное празднество, празднование нашей церкви, да. Собирайтесь ли в Москву? Очень хотел бы вас увидеть. Да, собираюсь, вот, даст Бог, уже совсем скоро буду в собрании. В Москве проходят собрания, значит, проводятся собрания нашими служителями, но из-за, вот, как бы, некоторых таких религиозных, непростых таких религиозно-политических обстоятельств в России, вынуждены все делать без объявлений, значит, ну, конспирации, батенька. Значит, ну, поэтому, если вы хотите узнать адреса, пароль и явки, ну, как говорится, вот, и также вместе с нами осваивать христианскую конспирологию, или, как, конспирацию, конспирацию, да, то, значит, пишите мне на e-mail, а там уже встретимся, рассудим, вот, как говорится, если за вами хвоста нет, то придете в собрание. Вот, ну, вообще, если серьезно, конечно, ситуация очень непростая, конечно, религиозно-политическая сейчас, но даже тогда, когда, и когда нас хвалят, и у нас полная свобода религиозная, как, допустим, здесь, вот, сейчас, вот, в Киеве, в Украине, благодать просто, невероятная благодать, даже то, что было в начале 90-х, это, ну, ни в какие ворота не лезет, сейчас просто абсолютная свобода, значит, религиозная, полная проповедь, я выхожу за хлебом, вот, к станции метро Лесова, или вот к Черниговской иду, допустим, к станции метро, если я, значит, на Киото живу, то, значит, смотрю, там следители Игова стоят, я увидел их, я уже соскучился по ним уже, я готов их обнимать, целовать, думаю, молодцы, ну, хоть слово, они, да, они, конечно, там, у них свое странное понимание, во многом, в большинстве своем, они, конечно, очень даже странные, далекие, порой, значит, от евангельского такого христианства, но, думаю, молодцы, вот, я рад, что они здесь свободно могут проповедовать, баптисты стоят, харизматы стоят, в метро зашел, значит, какой-то брат зашел там с гитарой, поет песни, да, да чтоб я так жил, знаете, думаю, вот это, да, думаю, здорово, вот, значит, я просто, ну, конечно, те, кто живет постоянно в Киеве, конечно, они думают, это все, как бы, само собой разумеется, как бы, ну, я говорю, братья, не, не, не везде так, не везде такая свобода, и далеко не везде так, вот, как здесь сейчас, вот, знаете ли, свобода, да, это величайший дар, правда, человечеству, ну, и когда свободно, и когда нас гонят, прессуют тоже, мы славим Господа Иисуса Христа всегда, да, и есть страны вообще на земле, где даже за проповедь Евангелия, значит, штраф, не просто штрафуют, а убивают, да, это из-за яровой, что ли, это даже не из-за яровой, а из-за того, на кого она работает, вот, дело в том, что, когда меня судили в прошлом году, значит, я был, я теперь судимый, можете поздравить меня, хотя это пережить было очень непросто, знаете, несправедливости очень трудно переживать, особенно, когда все это проходишь, знаете ли, опять милиция приходит, ну, уже называется полиция, но, в принципе, хрен резкий не слаще, знаете ли, вот, они такие же милиционеры остались, название, вывеску поменяли, а то же самое советское мышление, то же самое абсолютно, как будто это какие-то 80-е годы, знаете ли, ощущение, как будто еще Советский Союз, пришли на собрание, срывают собрание, значит, там, забирают меня туда, в каталажку, допросы, угрозы, значит, потом суд, суд не над ними, самое странное, не они были на скамье подсудимых, значит, участковый милиционер, там, другие, там, эти полицейские, там, и КГБшники, а я был на скамье подсудимых, и за проповедь Евангелия был судим, вот, конечно, это было, тоже было очень тяжело, потому что из питерских христиан, я там проповедовал много, часто, значит, и, в общем-то, значит, меня там многие знают в Питере, церкви, но, к сожалению, даже на суд никто не пришел из моих друзей, фактически, значит, не то, что фактически, вообще никто не пришел, даже, больше того, накануне суда многие пастыри даже звонили и так вежливо, но просили, значит, что, если что, мы с вами не знакомы, представляете, такой страх у них, такой страх, панический страх, вообще, боятся, шифруются вообще, страшно за братьев, конечно, вот, пришел один только лишь пастор поддержать меня, и то пастор лютеранской церкви, которого я не знал вообще даже, просто он следил за новостями, молодой пастор, молодой парень, лет 30, и он пришел поддержать меня, морально поддержать, ну, как бы, вот, слава Богу, знаете, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, друзья порой находятся вот так вот, прям, случайно, знаете ли, оказывается, о которых даже и не знаешь, вот, но присудили мне денежный штраф, судья, за опробовать Евангелие, да, Спаситель мира, Христос, слова ему можно скачать, прям, трансмировое радио, Теос, я на Теосе тоже проповедую, проповедовал неоднократно, есть мои записи там тоже на Теосе, вот, свидетельства мои тоже там, и на Теосе, и на Радио Марии, и там, значит, там, трансмировое радио, на разных радиостанциях, кстати, вот, сейчас ожидаю техническое еще там, какой-то, ну, как сказать, там будет такой телефон у меня, уже современный такой, с хорошей, одним словом, как это назвать, это, для радиоэфира, то есть, звук будет записываться, качественный звук, вот, значит, и я буду записывать эти, я так понял, либо прямые трансляции на радио будут, либо в записи уже, наверное, записи буду делать, и буду высылать в Штаты, в Америке на разных каналах, десятки каналов радиостанций американских, мои проповеди транслируют, вот, очень разные, ну, понятно, в основном русскоязычные, или же те, которые имеют русские какие-то часы, вот, это очень разные, и баптисты, и харизматы, адвентисты, писягтники, очень разные, конфессии меня там транслируют, нет, сейчас, имейла, на ютуб, да, пишите на ютуб тогда, Николай, брат, да, да, вот, на ютуб можно писать, адрес ютуба, значит, а, можно в скайп писать, в скайп пишите, если у вас есть скайп, еще проще, да, слава богу, потому что в скайпе, адрес скайпа есть под всеми этими видео, вот, когда это видео сохранится, под ними есть там скайпа тоже, ну, так зарегистрируйтесь, там, буквально пару минут-то зарегистрироваться, даже я уж, как бы, освоил это все очень, окажется, не так-то, это все и сложно, вот так вот, и, знаете ли, когда меня оштрафовали, я впервые в жизни был на скамье подсудимых в прошлом году, у меня такого опыта жизненного не было, знаете ли, я только такой, раньше такое по телевизору только видел, но вот испытал, что такое стоять перед земным судьей и понимать, что прямо сейчас небесный судья смотрит на все это происходящее, эту трагикомедию, и мне было, честно говоря, очень жалко эту судью, женщину, земную судью, которая осудила меня, признала меня виновным, вот, это, конечно, было очень, ну, даже печально, смотреть на, вот, обвинение, слушать все это, лже-свидетелей, гастарбайтеров нашли из Молдовии двух женщин, одна из них по-русски плохо говорила даже, значит, и плохо понимала вообще, что происходит, но, как бы, вот, нашли, понимаете ли, якобы обиженных проповедей, там, или что-то еще, не знаю даже, вот, и, ну, это из воспоминаний прошлого года, и вот прошло уже больше года, вот, и сейчас я свободно, имею возможность, вот, здесь, в нашей церкви, конечно, проповедовать, приезжаю сюда, в нашу церковь регулярно, вот, значит, по Украине, в наших церквях, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, вот, ну, в Грузии свобода тоже религиозная, тоже я имею возможность, а вот в России, в Белоруссии, к сожалению, проповедую, если то, проповедую без реклам, и, конечно, все стараюсь писать, но выставляю только уже, если выставляю что-то, и записи российские, допустим, то уже после уже события, а то мы делали даже так, уже с братьями договорились, допустим, специально делали, я делал объявление в сети, в сети, что собрание будет во столько-то, в таком-то месте, и братья там возле этого дома находились, наблюдали, что там будет, милиция, КГБ приехало, все там шерстят, понятые взяли там подсадных уток, вот, значит, и, значит, это, а нас там нет, просто проверяли, пару раз проверяли так, и выясняло, что делали засады специально, оказывается, там, вот, так что посты эти в интернете читают не только, значит, порядочные люди, но и гонители церкви Божьей. На юге Москвы, да, значит, на юге Москвы ищу помещение, сейчас я, вот, опять-таки, конспирация, одним словом, и еще раз конспирация, значит, так что собрание проходит, но на севере Москвы, сейчас на юге Москвы тоже ищу, я продолжаю сказать, в Москве помещение, вот, и жилье, необходимо тоже жилье в Москве, потому что наш там священник, он сам не московский, не с Москвы, но, значит, он в Москве, в Москву приезжает, поэтому нужно для проживания тоже место. Вот, а здесь в Киеве, значит, вот такая благодать, свобода и реформация продолжающаяся, продолжающаяся, и вот, я имею возможность, вот, в такой трансляции прямой, значит, зачитывать вам, патриарха Кирилла, вероучительные статьи. 1631 год, напомню, написано следующее здесь, «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Да, да, реформация – дело непростое, да, аминь, слава Богу, за все реформация – дело непростое. От имени всех православных христиан, в целом, Кирилл, патриарх Константинопольский, излагает тем, кто пожелал бы более узнать о религии восточной или греческой церкви, то есть, во что именно мы верим и что думаем об основных вопросах православной веры. Это краткое исповедание веры, как нелицемерное и данное с чистой совестью, пред Богом и всей церковью свидетельство. «Мы веруем», он пишет дальше в первой статье, «во единого истинного Бога, всемогущего и бесконечного, в трех ипостасях – Отца, Сына и Святого Духа. Отец несотворенный, Сын рожден от Отца прежде всех веков, и единосущен Отцу. Святой Дух, исходящий от Отца через Сына, единосущен Отцу и Сыну». Эти единосущные три ипостася мы называем Святой Троицей, всегда славим и восхвалять Которую, всегда славить и восхвалять Которую, и поклоняться Которой должное всякое создание. Вот так вот, такое исповедание. Вот, потом вторая статья. «Мы верим», он пишет, «что Священное Писание является Богодохновенными, и что автором его является Святой Дух, никто иной. Мы должны непоколебимо верить в Писание, ибо написано, как, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». И дальше патриарх Кирилл пишет. «Потому и авторитет его, выше авторитета церкви». Очень важное замечание, дамы и господа, братья и сестры. «Ибо велико различие в том, говорит ли Святой Дух, или же язык человеческий». То есть патриарх Кирилл здесь очень четко говорит, что в церкви может быть и такое, что говорит, да, Божий Дух Святой, а бывает, что говорит лишь, что? Язык человеческий. Вот так вот. «Ведь последний», то есть язык человеческий, да, «мы все христиане, все возрожденные христиане по Писанию». Аллилуйя, слава Богу, только так. «А кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божье». «Ведь последнее по неведению может заблуждаться, он может совратить с пути истинного, либо сам сбиться с него. Божественное Писание же не может сбиться с пути истинного и не может заблуждаться. Оно всегда непогрешимо и достоверно». Аминь. Третья статья Патриарха Кирилла, да. «Мы верим, что при благой и при великий Бог прежде создания мира предопределил избранным свои блаженства, не по делам их, и что не было никакой одной причины для такого избрания, кроме благоволения и милосердия Божия, что он точно так же, как прежде создания мира, отверг тех, кого отверг. Причиной такого отвержения является, учитывая абсолютное право Божье, его Божья воля. Учитывая же право, закрепленное законами, причиной этого является праведность Божья, ибо Господь милосердь и праведен». И вот Ефесянам там ссылается, на другие места Писания ссылается. Четвертая статья. «Мы верим, что триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух есть Творец видимого и невидимого. Под невидимым же мы подразумеваем ангелов, под видимым небо и что под небом. Поскольку же Творец по природе свои благ, он создатель всего благого, а зла он никогда сотворить не может. Все существующее зло происходит от дьявола и от человека. Так что мы должны твердо усвоить себе, что Бог не является Творцом зла и несправедливости. Да, и несправедливо было бы обвинять Его в этом». Аминь. Пятая статья. «Мы верим, пишет патриарх Кирилл, что все управляется промыслом Божьим. Мы должны поклоняться Ему, не исследуя Его, ибо Он превосходит наше понимание. И истинное побуждение Его мы не сможем постичь своим разумом. Потому мы считаем, что нам скорее приличествует хранить об этом смиренное молчание, чем пускаться в бесплодное словопрение по этому поводу». Справедливо. Шестая статья. «Мы верим, пишет патриарх Кирилл, что первый сотворенный Богом человек пал в раю, так как не следуя заповеди Божьей, он послушался ложного совета змея, и что он из этого возник для потомков первородный грех. Так что нет никого из рожденных по плоти, кто не ощутил бы на себе тяжесть его и не изведал бы плодов его всей жизни». Ну, с этим тоже понятно, первородный грех. В еврейской традиции мы это называем еще «эцерара» – злое начало в человеке. Ну, это хрен резки не слаще, это все последствия одного греха. Дальше, седьмая статья патриарха Кирилла Лукариса. «Мы верим», пишет патриарх, «что Сын Божий, Господь наш, Иисус Христос, уничижил Себя Самого, то есть, что Он в ипостаси Своей облегся в природу человеческую, и что Он зачат был от Святого Духа, сделавшись человеком во чреве Присна Девы Марии, что Он родился, приняв страдания, был погребен, воскресением Своим прославился, и стяжал спасение и блаженство всем верующим. «Мы с нетерпением ждем, когда Он придет, чтобы совершить суд над живыми и мертвыми». Аминь. И дальше другие места Писания, ссылки на места из Писания. Восьмая статья. «Мы веруем», пишет патриарх Кирилл, «что Господь наш Иисус Христос восседает одесную Отца, заступаясь и ходатайствуя оттуда за нас, что Он один, внимание, я подчеркиваю, ваше внимание, заостряю сейчас, что Он один выполняет обязанности истинного и законного первосвященника и посредника. А как же мама его Мария? Как же апостолы, друзья его? Как же сон других умерших святых? Или ангелов? Нет, дамы и господа, один Иисус Христос. Запомним это. Писание говорит об этом. И вот патриарх Кирилл дальше рассуждает, и что Он один заботится о пастве Своей и управляет Церковью Своей, украшая и обогащая ее всяческими благословениями. Аминь. Девятая статья. «Мы верим», пишет патриарх Кирилл, «что никто не может спастись без веры». Здесь мы имеем в виду такую веру, которая оправдывает в Иисусе Христе, которая возникла жизнью и смертью Господа Иисуса Христа, о которой возвещает Евангелие и без которой никто не может снискать благоволение Божие. А без веры угодить Богу невозможно. И дальше там другие места из Писания обозначены. Десятая статья. «Мы верим, что Церковь, называющаяся Соборной, включает в себя всех верующих во Христа, умерших и пребывающих в Отечестве Своем, а также тех, кто еще подобно страннику, находятся в пути». То есть мы сейчас с вами. «Поскольку никому из смертных не дано возглавлять эту Церковь, единственным ее главою является сам Господь наш Иисус Христос. Все борозды правлений этой Церковью Он удерживает в руках своих. Учитывая, однако, что на пути земнагу мы видим отдельную Церкви, каждый из которых имеет для поддержания порядка, какого-либо первого пасану этого человека можно было бы не в прямом, но в переносном смысле назвать главою данной отдельной Церкви. Это возможно именно потому, что он является первым среди ее членов». Вот так вот. Да, это 10-я статья. 11-я статья. «Мы верим, пишет патриарх Ирилл Лукарис, что члены Соборной Церкви являются святыми и избранными к вечной жизни, что из их общества исключены лицемеры, сколько бы ни обнаруживалось по отдельным церквям плевел, смешанных с пшеницей». Вот так вот. И места из Писания подтверждающие все это. Дальше. Статья 12-я. «Мы верим, пишет патриарх, что странническая Церковь освящена и научена Святым Духом». Ну, странническая, то есть вот земная Церковь, да? «Ведь Он выступает, Святой Дух, истинным утешителем, которого Христос посылает от Отца, чтобы наставить верующих на истину и прогнать тьму из душ их. Ибо не подлежит сомнению, что странническая Церковь может заблуждаться и выбирать ложь вместо правды. От такового заблуждения нас освобождает только свет и учение Святого Духа, но не смертного человека, хотя передаваться они могут усилиями служителей Церкви». Вот так вот. Дальше, друзья. 13-я статья. Пишет патриарх Кирилл Лукарис. «Мы верим, что человек оправдывается верою, а не делами. Однако, говоря верою, мы имеем в виду то, к чему вера это прилагается, то есть правду Христову, посредством веры, достигнутую и данную нам во спасение. Мы сознаем, что это в высшей степени справедливо, и что при этом не умаляется значение дел, ибо сама истина учит нас, что не следует пренебрегать делами, что и они служат необходимым средством и свидетельством нашей веры, под поддержанием нашего призвания. Однако было бы ошибочно утверждать, что это делается по слабости человеческой, что их самих по себе достаточно для спасения человека». Ну, то есть дел, то есть, да, понятно. То бишь, чтобы тот мог пристать перед судом Христовым, с тем, чтобы они принесли ему спасение по заслугам его. Напротив, только правда Христова, дарованная раскаивающимся, оправдывает и спасает верующего. Аминь. Дальше, 14 статья патриарха Кирилла Лукариса. «Мы верим, пишет он, что свободная воля человека, свободная воля мертва у невозрожденных, потому что они ничего благого сотворить не могут, и все, что они творят, есть грех, что благодатью Святого Духа воля возрожденных была пробуждена к жизни, и что действует она также не без помощи благодати. Таким образом, для того, чтобы человек мог творить добро, благодать предшествует воле. Последнее, подобно человеку, вышедшему из Иерусалима и израненному разбойниками, при отсутствии благодати, оказывается настолько израненной, что сама по себе она ничего творить не в состоянии». Кстати, очень красивый пример, да, согласитесь? Мне очень понравился этот пример. Так, статья 15 патриарха Кирилла Лукариса. «Восточное исповедание христианской веры». Читаем. «Мы верим», пишет патриарх Кирилл, «что в церкви пребывают евангельские таинства, установленные Господом в Евангелии, и что их два. Ну, вообще, в традиции православной и католической обычно считается семь таинств, а, в общем-то, по совести говоря, мы можем назвать гораздо больше их, намного больше, десятки таинств, потому что таинством в церкви православной, вообще, в христианстве даже, называется действие благодати Духа Святого, невидимое действие за внешним действием, вот таким земным, да, вот, значит, определенным деянием. Вот, значит, и таких таинств, возможно, быть много. Но здесь два основных таинства упоминает хороспатриарх Кирилл, два основных. Так, большего числа таинств мы не имеем, потому что установивший их не завещал нам больше. Вот так вот, видите, утверждает прям. Мы не сомневаемся и в том, что они состоят из слова и материи. Слово и материи. Слово, как это называется? Катехизис, кстати, да, значит, статьи Кирилла Лукариса, они лежат в основе нашего катехизиса. Это правда. Здесь краткий катехизис, можно так выразиться, кстати, тоже, можно назвать его так. Вот. Мы не сомневаемся и в том, что они состоят из слова и материи. Есть печать обещания Божьей и дарует благодать. Для того, чтобы таинство обладало всей полнотой своей, земная субстанция и внешние действия должны соответствовать назначению земной субстанции, согласно установлению Господа нашего Иисуса Христа, и соединены с истинной верой, ибо недостаток веры нарушает полноту таинства. Вот так вот. То есть вера в первую очередь. Шестнадцатая статья. Далее читаю. Мы верим, что крещение – это таинство, установленное Господом, ибо из смерти, погребения и славного воскресения Его проистекают вся сила и все воздействие крещения. То есть вот именно, да, от самого Господа Иисуса. Поэтому мы уверены, что тем, кто крестился, способом, предписанным в Евангелии, Господом, прощены будут как первородный грех, так и все грехи, которые Он совершил, так, что омывшиеся во имя Отца и Сына и Святого Духа уже возрождены, очищены и оправданы. Что же касается повторного крещения, то, поскольку никто не давал нам указания совершить крещение повторно, следует воздержаться от совершения сей нелепости. Вот так вот. Четко все понятно. Статья 17. Мы верим, что второе таинство, установленное Господом, это то, что мы называем Евхаристией, то есть, ну, хлебопреломление. Ибо в ту ночь, в которой предан был, он взял хлеб, благословил его и сказал апостолам, «Приимите и едите сие из тела мое». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Пейте из нее все, сия из кровь моя, за многих изливаемая, сие творите в мое воспоминание». А Павел прибавляет, что всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господне возвещаете. Вот простое, дальше пишет патриарх Кирилл, истинное и соответствующее закону учение об этом удивительном таинстве. Участвуя в нем, мы исповедуем и возвещаем истинное и действительное присутствие Господа Иисуса Христа, причем такое присутствие, о котором сообщает нам вера, а не придуманное учение о присуществлении. Мы действительно верим, что верующие вкушают тело Христова на вечере Господней, не терзая Его зубами, но воспринимая Его фибрами души своей. Ибо тело Христово есть не то, что предстает нам во время таинства отчам нашим, а то, что вера воспринимает в духе и не спосылает нам. Поэтому истина, что если мы веруем, что едим, то едим и приобщаемся, а если не верим, то лишаемся всех плодов. Потому, когда во время таинства пьем из чаши, мы действительно причащаемся от крови Господа нашего Иисуса Христа. Таким же образом, как это говорилось о теле. «Ибо тот, кто установил это таинство, распорядился относительно тела своего, так же, как и в отношении крови своей. И распоряжение это не должно ни нарушаться, ни извращаться по прихоти людской. Напротив, это учение следует сохранять в том виде, как оно было завещено нам». Итак, принимая достодолжное участие в всем таинстве и полной мерой приобщаясь к телу крови Христа, мы заявляем о том, что, объединившись с главою нашим и образуя одно тело с ним, мы уже примирились и твердо надеемся быть сонаследниками в Царстве Его. Аминь. И вот места из Писания здесь обозначены. Дальше, 18-я статья Восточного исповедания христианской веры. «Мы верим, пишет патриарх Кирилл, что души умерших либо пребывают в блаженстве, либо прокляты в зависимости от поступков каждого, ибо, покидая тело, они тотчас же попадают либо ко Христу, либо в ад, потому что каждый судим таким, каким он оказался в свой смертный час. После сей жизни нет никакой возможности для покаяния. Сия жизнь – это время благодати. Поэтому оправданные здесь не будут впоследствии подвергаться никакому наказанию. Однако тот, кто умер неоправданным, осужден на вечной муки. И сказанного следует, что мы не должны принимать во внимание выдумки о чистилище, но должны быть, или как в традиционном православии сейчас называется, не чистилище, а о мытарствах учения. Ну, в принципе, опять-таки, хрены редьки не слащие. Чистилище, мотарство – это разные лишь вывески, разные... о... о... Продолжение следует...